В каталонский процесс в Мадриде начался суд против организаторов референдума за независимость автономного региона. Бывший глава Каталонии Карлос Пучдемон на заседание не явился. Испанская прокуратура уже запросила европейский ордер на его арест. Елена Абрамович расскажет все детали. Остраненные от власти каталонские министры и депутаты начали прибывать в суд с 8 утра. Их обвиняют в мятеже и хищении государственных средств. Приехали не все. Экс-президент Карлос Пучдемон и четверо министров остались в Брюсселе. Их адвокат настаивает на дистанционном допросе. Атмосфера не очень хорошая, поэтому лучше держать дистанцию. Есть возможность, и у меня уже была такая практика, когда испанских следователей присылали в Бельгию или организовывали видеоконференцию. Закон это позволяет. Если же Испания решит сделать запрос на экстрадицию, то в европейском законодательстве есть много пунктов, позволяющих ее обжаловать, заверил адвокат. Между тем суд разрешил шестик депутатам отложить допрос. Допрос приостановили, чтобы мы могли лучше подготовиться к защите в следующий четверг и предоставить дополнительную информацию. Что касается министров, прокуратура потребовала арестовать всех, за исключением одного, министра культуры. Он ушел в отставку перед провозглашением независимости Каталонии и согласился сотрудничать со следствием. Пока суд ввел допрос, возле здания собрались сторонники независимости. Среди них и предшественник Пучдемона. Мы все здесь, чтобы поддержать членов правительства и парламента. Это всегда нелегко. И со стороны многих наших людей есть ощущение несправедливости. Суды и насилие не решают конфликт между Испанией и Каталонией. По-настоящему это можно сделать только политическим путем. Между тем, более ста академиков и евродепутатов обратились с открытым письмом к руководству Еврокомиссии и Евросовета. Требуют отреагировать. Нарушения основных прав и свобод не могут быть внутренним делом государства, настаивают авторы. А городской совет Барселоны признал отстраненное каталонское правительство легитимным, но независимость не поддержал. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, подробности. Европейское бюро телеканала Интер.